Российские пограничники инициировали эстафету Победы. Она стартовала 2 февраля от стен легендарной Брестской крепости и следует вдоль внешних рубежей стран СНГ, там, где когда-то проходила граница Советского Союза. Символы эстафеты, памятный кубок и штандарт уже проехали не одну тысячу километров. На границе Курской и Белгородской областей эстафету Победы встречал Александр Колотилин. Песня вольная, широкая, раздольная, встречаем гостей званых, у нас сегодня праздник. В селе Дунайка Краснояружского района эстафету Победы встречали хлебом с солью. Кубок выполненный в виде пограничного столба с орденом Великой Отечественной войны и штандарт сюда доставили курские пограничники. Уважаемые наши соседи, то, что сегодня происходит, это историческое событие и город воинской славы Курск передает эстафету Победы городу воинской славы Белгород. Кубок эстафеты, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Передать! С этого момента эстафета начала свой путь по Белгородской земле, двигаясь вдоль границы с Украиной. В течение шести дней символы эстафеты побывают в Грайвороне, Октябрьском, Шебекино и Валуйках, после чего эстафету передадут ростовским пограничникам. Это очень значимое для нас мероприятие, для нашего пограничного управления. Почему? Потому что впервые, да, будем говорить, существуя наше пограничное управление, более 20 лет впервые проходит по российско-украинской границе данная эстафета. Почему? Потому что Украина отказалась в этом году от проведения данной акции. Мы подхватили и вот планируем на участке нашего пограничного управления, во всех приграничных районах провести данную акцию. Финиширует эстафета победы 28 мая в Москве на Поклонной горе. Пройдя десятки тысяч километров вдоль границы, символы эстафеты займут почетное место в музее пограничных войск. Александр Колотилин, Новости мира Белогория.